Здравствуйте! С вами снова подкованная история с Витой Козловой. «Когда в самом начале 80-х я только начала заниматься конным спортом, я услышала, как один из тренеров нашей конно-спортивной школы говорил о великом охалтыкинском жеребце по кличке Апсент, первом в истории отечественного конного спорта олимпийском чемпионе. Вот я все думаю, – задавался он вопросом, – откуда в 1952 году в Джамбульском конном заводе зоотехник, назвавший Апсента Апсентом, мог знать об этом напитке. В Советский Союз его не импортировали. Чудеса!» Заинтересовавшись, я стала искать информацию о том, что такое Апсент, и таким образом узнала, что зоотехник, давший кличку будущему чемпиону, разумеется, имел в виду полынь горькую. Именно это в первую очередь означает французское слово «Апсент» и лишь потом 70-градусный алкогольный напиток, о котором, видимо, был наслышан наш тренер. Сегодня мы расскажем подкованную историю о самой знаменитой охалтыкинской лошади на планете, чемпионе Римской Олимпиады 1960 года, выдающемся Апсенте, которого называли и лошадью 20-го столетия, и черным лебедем, и королем королей. Поговорим мы и о его знаменитом всаднике Сергея Ивановича Филатове, вспомним его великих тренеров, и, конечно, Петра Прохоровича Парышева, первого президента Федерации иконного спорта Советского Союза, человека, благодаря которому они встретились, Филатов и Апсент. В своей книге «Путешествие в седле по маршруту жизнь» Елена Владимировна Петушкова написала замечательные слова. «Есть много хороших лошадей и много хороших всадников, но есть только один всадник и одна лошадь, которые созданы друг для друга. Они могут не встретиться, но когда встречаются, они достигают головокружительных высот». Так как же встретились Филатов и Апсент? На этот счет существует несколько версий. Лично мне очень нравится та подкованная история, которую рассказывала нам Нина Георгиевна Громова. Эта история началась в 1956 году на Олимпийских состязаниях конников, которые проходили в Стокгольме. Там Сергей Филатов выступал на Ингасе и занял всего лишь 11 место. Сергей Иванович был сильно удручен. И ни комплименты коллег по сборной, ни заверения тренеров, что его выступление было очень достойным, его нисколько не утешали. Результат, как говорится, на табло раздраженно отмахивался Филатов. Поверить же в то, что всего через 4 года в Риме он станет первым, помог Филатову никто и но, как президент Международной федерации конного спорта, принц Бернард. О нем мы обязательно расскажем отдельную подкованную историю, а пока лишь упомянем любопытную деталь, а именно, что никто иной, как принц Бернард, был прототипом знаменитого Джеймса Бонда. Но всему свое время. В Стокгольме Бернард устроил судьям порку за предвзятые оценки, поставленные советскому всаднику. Он был умным и справедливым руководителем и понимал, что если спорт смешивать с политикой, это убьет зрительский интерес и, как следствие, сам спорт. Также очевидно, что он по-человечески симпатизировал Сергею Филатову, живому, энергичному, с открытой и обаятельной улыбкой. Так или иначе, есть исторический факт. Прямо на приеме, который по завершению соревнований Бернард давал от своего лица как президент Международной Федерации конного спорта, он приказал повесить в банкетном зале экран. И на нем продемонстрировали видеозапись выступления одного из всадников. При этом часть экрана была закрыта таким образом, что зрители могли видеть только лошадь, исполняющую программу Большого Олимпийского приза. Судьям же, которые выносили вердикт этой программе буквально только что, раздали протоколы и попросили поставить оценки за каждый элемент. Это вызвало некоторое недовольство с их стороны, но принц Бернард проявил твердость. Когда оценки были выставлены и баллы подсчитаны, полотно, закрывающее верхнюю часть экрана, сняли. Оценки, выставленные Сергею Филатову и Ингасу на этом приеме, ну, мы же с вами уже догадались, что на экране был именно наш герой, позволили бы паре занять четвертое место, а никак не одиннадцатое. Почему принц Бернард так поступил? Возможно, разгадка кроется в том, что его воспитал, обучил искусству верховой езды и джигитовки русский князь Алексей Панчулидзов, с большим интересом следивший за советскими конниками. Но повторюсь, что об этом, как и о самом Бернарде, мы расскажем позже. А пока вернемся в Стокгольм 56-го и заглянем на советскую конюшню. Вечер накануне отъезда участников из Олимпийской деревни. Сергей Филатов тщательно приводит в порядок снаряжение Ингаса, готовя все к обратной дороге. В этот момент дверь советской конюшни распахивается, и в нее входит сам принц Бернард. От удивления Филатов выпрямился, как по команде, смирно и чуть было не выпалил привычное здравие желаю. Но тут случилось абсолютно невероятное. Принц Бернард заговорил с ним по-русски. Но мы-то с вами уже знаем, что его наставником был русский князь Панчелидзев. А Сергей Иванович этого-то не знал? Вы прекрасный всадник, господин Филатов. На отличном русском, хоть и сильным акцентом, сказал Бернард. Мне доставляет большое удовольствие наблюдать за вашей работой с Ингасом. Это хорошая лошадь. Но вам нужен другой конь. Вам нужна лошадь, с которой вы подниметесь на высшую ступень пьедестала почета на следующих Олимпийских играх. Верьте в себя. И дружески похлопав по плечу остолбеневшего и онемевшего от неожиданности и удивления Сергея Ивановича, принц так же быстро, как и появился, направился к выходу. В дверях конюшни он встретил входящего Парышева и вежливо, поприветствовав советского руководителя по-английски, удалился. Петр Прохорович видел дружеский жест принца, но не мог слышать сказанного им ранее. Заинтригованный он подошел к Филатову и спросил, а что здесь делал принц Бернард? Немного пришедший в себя и окрыленный услышанным, Филатов задорно сказал, «Заходил поболтать и просил передать, чтобы вы мне подобрали новую лошадь, на которой я выиграю Олимпиаду в Риме». «Да ну тебя, сказочник!» – мыхнул Парышев. Болтали они. И на каком же языке? «Так принц Бернард по-русски говорит, отлично, не знали, что ли?» – смеясь ответил удивленному начальнику Сергей Иванович. Как бы то ни было, слова Бернарда прочно засели в голове не только Филатова, но и Парышева. Настолько прочно, что он просто потерял покой. Сегодня мы редко вспоминаем Петра Прохоровича, но о масштабе этой личности говорит тот факт, что он руководил конным спортом Советского Союза целых 22 года. В 1953-м Парышев возглавил секцию конного спорта при ДОСААФ. Федерации тогда еще не было. Они будут образованы только в 1959-м. Таким образом, Петр Прохорович стал первым председателем Федерации конного спорта Советского Союза и возглавлял ее до 1975 года. Именно при нем наши всадники завоевали самые почетные трофеи планеты. Одновременно с работой в общественной организации Петр Прохорович с 1938 года по тот же 1975-й был начальником главкон УПРА при Минсельхозе СССР. То есть в его руках находились все конные заводы Союза. И многие спортсмены той эпохи вспоминают, что именно Петр Парышев предлагал им обратить внимание на ту или иную перспективную лошадь. Так случилось и в этот раз. Многие знают, что в 1956 году Апсен демонстрировался в павильоне коневодства на ВДНХ, как лучший представитель ахалтыкинской породы. Лошади этой породы – воплощение грации, изящества и благородства. Когда мы говорим о чистокровности, то имеем в виду не генетические технологии, а эталонность. Так вот, ахалтыкинская лошадь – это тот образец гармонии, которую она передала всем верховым породам мира. И если по выражению Достоевского красота спасет мир, то влияние ахалтыкинской породы на улучшение мира безусловно. Но если красота спасает, то интеллект правит миром. Ахалтыкинская лошадь наделена высоким интеллектом. И при создании новых пород и улучшения имеющихся, она щедро делится этим даром, уменьшающимся в прямой зависимости от снижения доли кровности. Тысячелетия совместной жизни с человеком в условиях пустыни выработали у ахалтыкинцев способность мыслить и принимать решения. История знает тому множество доказательств. И, как следствие, высочайшая ориентация на сотрудничество с человеком, которого ахалтыкинская лошадь опекает и защищает, из-за которого готова отдать жизнь. Ахалтыкинцы не оставляют никого равнодушными. Они делят конников или на своих ярых фанатов, или на ненавистников. Представьте, что вы учитель математики, а ваш ученик – маленький Ландау. Вы или восхищаетесь им, или раздражены тем, что не тянете на его уровень и не можете ничему научить. Вот то, что может произойти между ахалтыкинской лошадью и человеком. Здесь стоит упомянуть и родителей Апсента. Его мать – буланная кобыла Бакара, а отец – серый араб, армейская кличка Казбек. В 1935 году он участвовал в конном пробеге Ашхабад-Москва, после чего был подарен Буденному и в течение 12 лет неоднократно выигрывал всесоюзные соревнования. Взглянуть на такую лошадь Парышев привел на ВДНХ Филатова и других членов Олимпийской сборной. Этому знакомству предшествовал долгий поиск. Парышев один за другим объезжал лучшие конные заводы страны, в числе которых был и казахстанский Луговской, куда Апсента перевели с Джамбульского конного завода тремя годами ранее. Позже Петр Прохорович расскажет Нине Георгиевне Громовой, а она уже нам, как он приехал в Луговской под вечер. Устал с дороги, но уснуть не мог. Все мысли были о том, что он уже объехал пол страны, а лошади олимпийского класса так и не приметил. Вышел покурить. Ночь была теплая и звездная. На пастбище паслись величественные охалтыкинцы. Летом их круглые сутки не заводили в конюшню, оставляя под открытым небом на ночь. Вдруг Петр Прохорович увидел, как прямо к изгороде, на которую он облокотился, направляется невиданной красоты конь, вороной в белых носочках со звездочкой на лбу. «Ах, какой ты красавец!» – залюбовался им Парышев и погладил по атласной шее с интересом потянувшегося к нему жеребца. «Как же тебя зовут-то?» «Ну, иди, иди, гуляй. Завтра встретимся». Однако на следующий день среди лошадей, показанных чиновнику на специально устроенной для него выводке, того белоногого не было. «А где вороной, четыре белых и звезда на морде?» – спросил под конец выводки Парышев и увидел, как быстро переглянули зоотехник с директором завода. «Показывайте немедленно!» – приказал он. Белоногий оказался жеребцом, которого Казахстан готовил к участию в показе лучших представителей пород в Москве на ВДНХ. Поэтому и показывать не хотели. А то еще чего доброго отберет московское руководство. Когда уже в Москве абсента представят членом олимпийской сборной, все увидят прекрасную лошадь – мечту любого всадника. Но вот жеребец перейдет в шаг, и спортсмены разочарованно покачают головами. Шага у абсента не было. Заявку на него подаст один единственный всадник – Сергей Иванович Филатов. Ну, помните слова Петушковой? Есть только один всадник и одна лошадь, которые созданы друг для друга. Это была судьба. Двое суток длилось тягостное молчание судей в Олимпийском Риме, прежде чем было объявлено о победе советского всадника. Но дело было не в традициях вечного города, который привык, затаив дыхание, ждать, когда же покажется из трубы сикстинской капеллы столбик белого дыма, возвещающего о том, что решение принято. Тогда, в 1960 году, у судей не было компьютеров и специальных программ, которые позволяют сегодня им самим и зрителям мгновенно видеть оценки за каждый исполненный элемент и процент на текущий момент езды. Но даже с учетом подсчета вручную ожидание было неприлично долгим. Все дело в том, что оценки Филатова и Апсента были слишком высоки. Не веря своим глазам, их пересчитывали снова и снова в надежде найти ошибку. А тем временем по всему миру разлетелись кадры, которые мы бы сегодня назвали вирусным видео. Ноги Апсента, пиафирующего на тренировке под седлом советского всадника Сергея Филатова, обвивает улетевшая от порыва ветра газета, а конь, не теряя ритма, слушает только своего всадника. Эти кадры увидят миллионы людей. Они и сегодня прекрасно иллюстрируют полное доверие ко всаднику и стопроцентную концентрацию на нем. Филатов и Апсент не просто выиграли в Риме. Их результат, 83% в большом призе, будет превзойден Изабель Верт только в 2003 году. Прав был принц Бернард. Филатов был прекрасным всадником. Спасибо Петру Парышеву за профессионализм и, конечно, старшему тренеру нашей сборной Григорию Анастасьеву и берейтеру его тренерского штаба Чудодею Николаю Седько. Нина Георгиевна Громова, тренировавшаяся вместе с Филатовым накануне Олимпиады в Стокгольме под руководством Анастасьева, рассказывала о том, сколько применялось творческих, инноваторских приемов в работе с Апсентом. У него долгое время не получался пассаж, шел прямыми ногами. Ну что делать? Однажды я наведалась в ЦСКА, вспоминала Громова, смотрю, Седько с Филатовым городят какую-то рогогулину, к палке прибивают, вторую угол делают. Спросила, Сереж, для чего это? Сейчас увидишь. Садится на Апсента, одной рукой берет повод, а вторую с рогогулиной выставляет вперед и не дает ногам лошади выпрямиться. Вот так отрабатывался пассаж, без всяких грубостей и наказаний. Евгений Сергеевич Филатов это подтверждает. Я тоже видел, как отец, держа в руках самодельный угол, работает над пассажем с Апсентом. На начальном этапе была и другая проблема. Апсент не только шел прямыми ногами на пассаже, но и широко расставлял их в разные стороны. Филатов вместе с Николаем Алексеевичем Седько придумали следующее. Взяли деревянные щиты, построили своеобразный коридор, внутри которого работали с Апсентом. И потихоньку эти щиты сдвигали, делая коридор все уже. Очень аккуратно и постепенно, чтобы не испугать лошадь. Если Апсент случайно задевал копытом щит, раздавался звук удара, ему это не нравилось. И конь невольно стал избегать этого, стараясь больше не задевать щиты. Пассаж Апсент наконец освоил, а Пиафе долго не получалось. Он не понимал, что от него требуется. Пиафе отрабатывали в денеке за сахар. В ограниченном пространстве денека Николай Алексеевич Седько трогал, а скорее даже слегка щекотал, бичом в задние ноги Апсента. И тот начинал двигаться. Но продвинуться-то ему вперед было некуда. А у Филатова, как только Апсент выдавал что-то отдаленно напоминающее Пиафе, был готов кусочек сахара. И вот так день за днем, день за днем, до тех пор, пока не родилось полноценное Пиафе. У Апсента Пассаж и Пиафе были такими, что он бы и сегодня за них получал десятки, убеждены многие современные специалисты выездки. Просто на удивление. Постепенно улучшился и шаг. Ну, разумеется, он не стал хорошим, но уж и не выглядел так катастрофично, как в начале. Вот как знаменитый летчик номер один, герой Советского Союза Михаил Михайлович Громов, большой знаток конного спорта, красиво описал победу Сергея Филатова и Апсента в Риме. И пусть это описание было процитировано миллион раз, с удовольствием повторю его в миллион первый. Филатов выиграл у самого шведа Сен-Сира, фаворита, чемпиона двух предыдущих Олимпиад, восхищался Громов. Когда в воротах появился Сергей, почувствовалось, что зрители насторожились. Филатов сидел на вороном жеребце Апсенте. В лошади был огонь, но огонь укращенный. Апсент кипел лишь внутри. Голову лошадь несла, как на золотом блюде. Ноздри ее раздувались, хвост на отлете. Филатов въехал в манеж на галопе и остановился перед судьями. Лошадь кипит, но не шелохнется. Все было сделано лучше всех. Но когда в конце выступления Филатов прошел на галопе по диагонали манежа, меняя ноги в один темп, все просто ахнули. Это был шедевр непревзойденного искусства. Лошадь шла с невероятной легкостью и свободой абсолютно прямо. Голова спокойна. Филатов закончил езду, опять остановился перед судьями. И гром аплодисментов восхищенных зрителей стал наградой спортсменов. Сомнений в победе не было. Описание победы Сергея Филатова и Апсента в Риме тем более ценно, что полную видеозапись этого исторического выступления разыскать невозможно. Сегодня на стене в доме Евгения Сергеевича Филатова висит бесценная олимпийская золото Рима и фотография отца на высшей ступени федестала. Он стоит по-военному прямо, с высоко поднятым подбородком, без тени улыбки на сосредоточенном лице. Однако рядом с этой золотой медалью висит и бронза следующих Олимпийских игр в Токио, которая напоминает о другой истории, уже без хэппи-энда. Вот что о выступлении Филатова на Апсенте в 64-м году в Токио рассказывали офицеры ЦСКА коллеги Сергея Ивановича по эскадрону. В Токио Филатов прибыл абсолютным фаворитом, беззаговорочным. И тут ему посоветовали, как проехать лучше лучшего. «Ваш Апсент чрезмерно собран, его надо немножко распустить». Великий, но невероятно скромный Ситько, берейтер тренерского штаба сборной, понимая, что сейчас ничего нельзя менять, пытался предостеречь. Но Филатов, олимпийский чемпион, который после Рима чуть ли не дверь к Буденному ногой открывал, ответил «Помолчите, Николай Алексеевич, я вашего мнения не спрашивал». И поехал на распущенном Апсенте, заняв в большом призе шестое место. Естественно, Сергей Иванович тут же все понял и даже извинился перед Ситько. И хотя следующую езду он выиграл, по сумме это было только третье место. Евгений Сергеевич Филатов приводит еще одну причину этой неудавшейся езды. Сам факт, что Апсент вообще выступил в Токио и смог завоевать бронзу – подарок судьбы. Дальновидное советское спортивное руководство решило сэкономить, что по сути погубило четырехлетнюю каторжную работу тренеров, всадников и лошадей. Вместо самолета сборную Советского Союза повезли в Японию морем. Шторм, качка, ледяная вода привели к тому, что драгоценные олимпийские лошади прибыли на Олимпиаду тяжело простуженными и совсем разобранными. Апсент был в жутком состоянии с высокой температурой. Замечательный ветеринарный врач Анатолий Доильнев как ни старался, сделать ничего не смог. И уже когда до соревнований оставалось буквально два-три дня, в конюшню сборной Советского Союза, чтобы взглянуть на знаменитого Апсента, приехала внучка японского императора. Узнав, насколько болен ее кумир, девушка привезла доктора. Подпускать иностранных врачей к советским лошадям было запрещено категорически. Поэтому все манипуляции японца, в том числе и традиционные для восточной медицины иглоукалывания, держались большой тайной. И лечение действительно помогло. Апсента в целом удалось восстановить. Но оставался кашель. Поэтому в первый день Филатов ехал предельно осторожно, лишь бы Апсент не зашелся кашлем прямо на езде и их не сняли. А в переездке деваться было некуда. Совсем без медали остаться было решительно невозможно. Рискнули и выиграли. Да, об этой ужасной транспортировке в Токио и о предолимпийских сборах на Дальнем Востоке, когда не то что манежа с хорошим грунтом, конюшни не было. Ее строили сами спортсмены. Часто рассказывал букратный олимпийский чемпион Иван Михайлович Кизимов. Именно там, в Токио, Кизимов с эхором дебютировал на Олимпийских играх. Третье место, безусловно, не то, к чему стремились наши всадники. Но эти бронзовые медали, личная и командная, на самом деле были спортивным подвигом. Однако эта бронза стала сильным козырем в руках недоброжелателей, давно стремившихся свергнуть Сергея Филатова с престола. Слухи о пьянстве, звездной болезни и неспособности продолжать выступление на высоком уровне, как грозовые тучи сгустились над Филатовым. Да, трудно опровергнуть очевидное. Сергей Иванович был в приятельских отношениях с алкоголем. Но Евгений Сергеевич уверен, что дело было совсем в другом. Как-то большой компанией офицеры ЦСКА с женами возвращались со свадьбы дочери Николая Седько. Все были выпивши. Возможно, этим и объясняется поступок Филатова. В общем, в разговоре с Николаем Шеленковым, своим сослуживцем и будущим государственным тренером сборной Советского Союза по конному спорту, Сергей Иванович в присутствии жены Шеленкова выдал его тайну, носившую личный характер. Шеленков ему этого не простил. И хотя до того момента они дружили, после этого инцидента начал целенаправленно травить Филатова. Вместе с руководителем партийной организации эскадрона Шеленков создал ему, ну, увы, не без помощи самого Сергея Ивановича, такой имидж и так умело сгустел краски, что абсента у Филатова отобрали. Это был удар под дых. Легендарного коня передадут Ивану Калите. И, скорее всего, не без желания самого Ивана Александровича, который и поедет выступать на нем на Олимпийские игры в Мехико, где выиграет свое первое олимпийское золото в личном зачете Иван Михайлович Кизимов. Калита с абсентом останутся четвертыми, а команда Советского Союза станет серебряным призером. Жеребец ахалтыкинской породы абсент, лошадь века, черный лебедь и король королей прожил замечательную жизнь в спорте. Он участвовал в трех олимпиадах. Абсент был олимпийским чемпионом 60-го года, бронзовым призером Игр 64-го и серебряным в командном зачете Игр 68-го. После завершения блистательной спортивной карьеры абсент работал жеребцом-производителем. Пожалуй, самый известный его сын – Абакан, на котором Елена Петушкова стала призером чемпионатов мира и Европы по выездке и членом Олимпийской сборной Советского Союза перед Московской Олимпиадой. К сожалению, в канун домашней Олимпиады Абакан падет, и Елена Владимировна будет смотреть игры в качестве зрителя. Отлично показал себя под седлом Анатолия Танкова Алар, под седлом Сергея Буйкевича Агдам, а сын Агдама Амарета, внук Абсента, в дуэте с Инессой Патураевой не раз станет победителем этапов Кубка Мира по выездке, крупных международных соревнований и чемпионатов страны. Запомнились также прекрасный аргумент и Агбулак. На последнем очень эффектно выступала Гуна Лоя. Атыр был хорош под седлом Татьяны Милосердовой, а рекорд резвости Аметиста на 2000 метров 1 минута 11,4 секунды не превзойден до настоящего времени. Абсент ушел в зеленые луга в 1975 году. На этих кадрах их последняя встреча Филатова и Абсента. Но его кровь продолжает течь в лучших представителях породы. Оставайтесь в седле, вас ждут новые подкованные истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok